Доброе утро, страна! Сегодняшним утром мы решили поговорить о том, что такое мечта и сколько лет необходимо идти к ее осуществлению. У нас сегодня в гостях яхтсмен Вячеслав Жаров. Доброе утро, Вячеслав! Доброе утро! Доброе утро! Мы знаем, что вы самостоятельно, своим собственным трудом, силами построили яхту. Расскажите о том, как зародилась ваша мечта, с чего это все началось? Наверное, генетика тут повлияла. Мой папа в свое время хотел тоже стать моряком, но не удалось. Стал специалистом сельского хозяйства, был послан в Молдавию, в Кишинев. Так я, в общем-то, родился здесь, в Кишиневе, и так вот мы оказались здесь. Но ваш отец яхту не строил? Нет. Он был немножко разумнее меня. Сколько лет вы строили яхту? Значит, я тоже в свое время пытался поступить в мореходку. То есть любовь к морю у меня была, видимо, с детства. Я в детстве там кораблики рисовал. Тоже не получилось поступить, вот. Ну, занимался много туризмом, альпинизмом. Потом, когда, в общем-то, после трагического случая мне было тяжело ходить в горы, я, в общем-то, пересел на лодки. Сначала у меня была маленькая разборная лодка. Мы на ней прошли Нестор, прошли, хотели пройти, значит, с Ленинграда по внутренним водным путям до Одессы. Но дошли до Горького, и началась там уже перестройка. Это был 92-й год, тут война в Приднестровье. Не было возможности уже куда-то ездить, путешествовать на ней, и я начал строить лодку, яхту. Сколько лет у вас ушло? Шесть лет ушло на строительство яхты. Вот. Ну, я давно об этом мечтал, ее построить, и, в общем-то, сами условия подтолкнули меня к этому, потому что путешествия, в принципе, закончились, там границы появились, таможни и так далее, и я начал строить яхту. Вот за шесть лет я ее построил. Скажите, где вы строили эту яхту? Средств не было никаких абсолютно. Вот. Я сейчас сам удивляюсь, как это получилось у меня. Ну, начал строить, сделал практически все детали. Ну, сам ее сконструировал, сделал все детали. Предварительно, значит, собирал в одной из комнат трехкомнатной квартиры. Хорошо, что, в общем-то, было место. Вот. После того, как все было готово, и нужно было ее окончательно собрать, значит, вот у товарища, значит, оказался там полуразрушенный сарай. Мы его восстановили, и за два года ее там собрали. Я так понимаю, что для того, чтобы собрать яхту, необходимо обладать каким-то огромным багажом знаний. Сколько книг вам пришлось перечитать для того, чтобы ее построить? Ну, не так уж и много. Я выписывал журнал «Катера и яхты». Ну, тоже приобрел книжку там «Самостоятельные постройки». Ну, в общем-то, кое-что изучил, но сильное желание было больше всяких знаний. А вот скажите, какое первое путешествие вы осуществили на своей собственной уже яхте? Ну, в 98-м году она уже была готова. Мы ее спустили в Одесском яхт-клубе на воду. Вот. Она как перышко начала скользить по воде. Вот. Там ребята говорили даже, что ей ветра не надо. Она так шустренько ходила. Ну, и первый год мы, вот как спустили, в 98-м году участвовали в регатах. И довольно-таки успешно. Мы даже заняли третье место на первенстве Украины и первое место в городе Одессе. Ну, я думаю, что до участия в регате вы, как говорил капитан Врунгель, я думаю, точно так же считаете, что как яхту назовешь, так она и поплывет. Да. Какое имя? Мы ее назвали «Импульс». Ну, я хотел как бы в честь своего погибшего брата-альпиниста. Вот. Ну, именами как-то, не знаю, я не склонен называть там неодушевленные предметы. Вот. Ну, хотелось как-то связать с памятью брата. Он был кандидатом физико-математических наук. Ну, я думаю, что-нибудь, какое-нибудь понятие из физики. И вот просто так тыкнул пальцем в словаре там. Импульс. Импульс. И, в общем-то, она соответствует этому названию. Мы знаем, что в этом году вы заняли третье место на кубке в городе Одессе на регате. Сложно ли было готовиться? Расскажите о том, как вообще проходила саморегата. После 98-го года мы, в общем-то, прекратили участвовать в спортивной деятельности. И занялись в основном путешествиями, которые как бы было сопряжено с зарабатыванием денег в Греции, на Кипре. И вот мы были очень неоднократно. Ну, сейчас вот решили опять возобновить. И уже третий год мы на яхте «Импульс» участвуем в регатах. Прошлые два года мы ездили в Одессу и участвовали там в регате «Кубок портов Черного моря». Почему мы выбрали именно эту регату? Там очень много регат проводится. Ну, как бы у нас образовался порт Джужжулешты в Молдавии. И Молдавия, в общем-то, стала как бы морской державой. Хоть небольшой, но все равно выход в море есть. Все конвенции международные морские Молдавия приняла. Вот. И как бы сам Бог велел прославлять. Участвовать, да. Да, молдавский флаг и порт Джужжулешты и нашу морскую маленькую державу. Поэтому я вот и решил, что, наверное, завершение всей жизни, мне уже 63 года, и будет очень, даже очень немаловажно вот это участие в этих международных регатах. И для себя, и для страны, в которой мы родились, живем и как бы обязаны ее прославлять. Это и есть тот самый кубок, я вот хочу узнать, стоит на столе. И флаг в том числе. Давайте продемонстрируем. Да, значит, в Одессе там на каждой регате вот изготовляется такой флаг, и в каждой яхте он выдается, и мы обязаны его вывешивать на фале, на мачте. Вместе с государственным или только это? Нет, государственный это обязательно. Но государственный висит на корме, а гостевой, значит, возле мачты, ну и флаги регат тоже мы обязаны вывешивать. Но, правда, в гонках мы их, конечно, убираем, потому что они мешают. Когда вам выдали кубок, скажите, сильно обрадовались? Были горды этим достижением или все-таки метили на первое место? Нет, мы были очень горды тем, что мы получили этот кубок, потому что к этому мы шли три года. Мы бы его получили бы гораздо раньше. Дело все... Яхта очень быстроходная, но изношенные паруса. А парус – это двигатель в яхте. Это если сравнить так, допустим, вот на Мерседес поставить двигатель от Запорожца и пытаться догнать другой Мерседес на нем. То же самое с парусами. Вот. И все вот эти вот мы старенькие, латанные паруса мы пытались, значит, каждый год улучшать. Вот первый год у нас мы вообще там в хвосте плелись. Второй год, значит, тоже немножко ушили паруса, улучшили. Второй год уже мы где-то были в середине как бы флота. И уже в этом году третье место. А в этом году, опять же, после того, как мы исправили, еще улучшили немножко аэродинамические качества этих парусов, мы вот добились третьего места. Ну, раз мы уже заговорили о парусах, мы вам хотим пожелать в дальнейшем только попутного ветра. Очень рады знакомству, очень рады этой беседе. И действительно, дорогие наши телезрители, мечты, они сбываются. Нужно только идти к своей мечте и добиваться целей. Тогда все обязательно получится. Яркий пример у нас сегодня в гостях – это Вячеслав Жаров. Спасибо вам огромное, дорогие наши телезрители. Оставайтесь с нами, впереди все самое интересное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова